Закон, что дышло. По мере приближения к выборам правовой беспредел, к сожалению, будет только усиливаться. Ведь и вся система правосудия, и Министерство юстиции фактически подчинены интересам одной партии и направлены на борьбу с одним политическим оппонентом Трампом. Четыре обвинительных заключения, 97 пунктов, сотни лет предполагаемых тюрьмы. И посмотрите, с какой невероятной легкостью Манхэттенский суд совсем недавно, не требуя, собственно, никаких доказательств сексуального насилия, 30 лет тому назад, выдал Джейм Кэррол, скажем так, джекпот на 83 миллиона долларов, просто поверив ей на слово, что когда-то Трамп ее изнасиловал. Еще более впечатляющим стал штраф в 360 миллионов долларов, выписанный 45-го президенту генпрокурором Летиши Джеймс, генпрокурором Лью-Йорка и судью Ингароном, собственно, в деле, где не было ни ясов, ни пострадавших. Ну, вот 360 миллионов. И как цинично и нагло отмазали 46-го президента Байдена по делу о хранении секретных документов, просто сказав, что дедушка старый не сможет вынести этот суд. Ну, а вот суд над имевшим право хранить документы президентом Трампом по сфабрикованному делу Джека Смита, оно, собственно, никто, его никто не отменял. Абсолютно иные, по другим критериям идут, предъявляются требования к защитникам, адвокатам Трампа. Им приходится прикладывать просто сизифовые усилия, чтобы что-то доказать, доказать его невиновность или непричастность. Но когда вскрываются совершенно, ну, можно сказать, тянущие на уголовные наказания действия судей, которые поставлены, чтобы остановить президентскую кампанию Трампа, вот тут, понимаете, получаются такие ситуации, что их очень сложно при всем ворохе доказательств против них этих проштрафившихся судей как-то дисквалифицировать или отстранить от дела. Я, конечно, имею в виду пойманную на горячем окружную судью в Фултон-Каунте Фанни Уиллис. И я начала рассказ об этом давно. Адвокат одного из проходящих по тому же делу, она делала рэкетирское дело, дело о рэкете, подключив туда 19 сторонников Трампа. Так вот, адвокат, ее зовут Эшли Мерчант, одного из проходящих по делу Романа Майкла, она нашла информацию о том, о конфликте интересов, о том, что окружной судья Фанни Уиллис, поставленная туда в 2021 году, наняла к себе на работу своего любовника, с которым у нее были отношения давно, выплатила ему 700 тысяч долларов за работу, причем платила на 100 долларов больше, чем другим прокурорам. В деле выяснилось также, что была информация о женщине, которая пыталась достучаться и сообщить о том, что идет коррупция, используются нецелевым способом, используются деньги, получаемые на проведение этого дела. Также было установлено, что за время ведения следствия на эти 700 тысяч, или я не знаю там сколько они оба заработали, они прекрасно проводили время, я имею в виду Уиллис и Уэйт, они ездили на курорты, они съездили в бакруиза, они посещали различные отели, города и страны, при этом Уэйт был еще женатым мужчиной, и как бы находился в ситуации развода. Вот миловидная такая женщина, его жена, предоставила суду доказательства распечатки финансовых отчетов Уэйта, в которых значилось, что он потратил 2,5 тысячи долларов только на их два круиза. Вся эта информация вылилась, стала таким штормом, и понятно, что нельзя было это оставлять без внимания, и по этому делу было проведено три слушания. Надо сказать сразу, что слушания, во-первых, проходили в том самом Фултон-Каунте, под заседательством того самого судьи, который был, когда Фанни Уиллис гордо выносила приговор 19-ти о вторжении в выборы, и она была уверена, что она провела такую работу, за которую, так сказать, она получит от 36-го президента орден. Она очень гордилась этим делом, говорила о том, какую она работу провела, но мы знаем теперь, как, в общем-то, они проводили время и развлекались. Так вот, было три заседания. На первое. Эта Фанни ворвалась, как фурия, в красном платье, причем надетом задом наперед, развалилась в кресле, и отчаянно жестикулируя, рассказывала о том, что это не вы меня судите, это я вас сужу, вела себя очень нагло, и, если, так сказать, цитируя классика, это выглядело, можно было бы только, так сказать, это оценить как вопросом, а суди кто? Вот если таким судям предоставлена возможность кого-то судить, ну, это уже полный беспредел. Далее выяснилось, та же Эшли Мерчант выяснила, что Фанни Уиллис консультировалась с комиссией по 6 января мадам Пелоси, а Натан Уэйд несколько раз посещал Белый дом, ездил туда тоже на консультации, то есть ими руководили специальные люди из администрации президента Байдена. Когда же состоялось это первое слушание, опять же подчеркну, оно было в том же Фултон Каунте и под руководством того же судьи, а тут вы знаете, когда расследуешь такое-то дело, важно не найти собственные следы. Так вот, на этом заседании Эшли Уэйд фактически доказала, что роман этот существовал до того, как Фанни наняла Уэйда к себе на работу, об этом свидетельствовала еще одна сотрудница, которая говорила о том, что роман начался в 2019 году, до того, на тот момент, они оба, и Уиллис Уэйд, были муниципальными адвокатами, судьями. Следующее заседание. На следующем заседании был заслушан адвокат Натана Уэйда по бракоразводным делам. Надо сказать, что Эшли Мерчант вела переписку с ним, в которой этот адвокат подтверждал, что отношения у пары были еще до 2022 года, хотя они очень настаивали, что это не так, и даже указал некоторые маршруты, куда они направлялись. Таким образом, он в этих имейлах рассказал, что оба они ездили в Калифорнию, во Флориду, в Техас, и особенно часто именно в Калифорнию, ибо туда переезжала дочь Фанни, и Натан Уэйд, как добрый самаритянин, всячески помогал этой дочери туда переехать. Тем не менее, когда зовут этого человека адвоката Брэдли, пришел на заседание, он выглядел очень запуганным и отрицал все, что прежде говорил Эшли. Так он отрицал, что уходил просто в несознанку, что типа не помнил, что-то взбился, ошибся и так далее. К делу подключилась еще и команда Трампа. И его адвокаты нашли в телефоне Натана Уэйда информацию о том, что в течение 11 месяцев в 2021 году он посетил дом Фанни Уэйлис 35 раз и часто оставался у нее ночевать. Также селфон содержал более 2000 звонков и почти 12 тысяч сообщений между ними. Большинство звонков были сделаны до того, как Уэйд был принят на работу. При этом оба утверждали, это уже перджери, что никаких отношений у них до 2022 года не было. При этом скрылось еще и то, что в 2021 году Натан Уэйд входил в комиссию, нанимавшую сотрудников для Фанни после ее утверждения на пост окружного суди. Каким образом назначили туда нанимать людей в окружной суд рядового адвоката трудно вообще объяснить. Значит, когда, после того, как адвокат Натана Брэдли, можно сказать, тоже совершил перджери, и это тоже не как-то не убедило судью Маккафи, что тут присутствует конфликт интересов. Эшли Мерчант предоставила полную распечатку имейлов полученных от Уэйдов, которые черным по зеленому значились, как вот этот Брэдли подтверждает, что отношения были, были до 2019 года, и даже указывал, как я уже сказала, места их отдыха. На всех этих заседаниях, про третий я еще расскажу, это последнее было на этой неделе, судья Маккафи останавливал Эшли, не давал ей говорить, придирался, что было очевидно и заметно, но даже те обстоятельства, при которых ввелось это обсуждение и та информация, которая была уже предоставлена, так или иначе, не убеждала этого Маккафи, и он попросил сделать третье заседание, он хотел выслушать заключительные аргументы. надо напомнить, что и Уиллис, и Уэйт под присягой отрицали свои отношения, в этом состояла главная претензия Эшли Мерчант, она требовала отстранения их от дела, потому что существовал конфликт интересов до того, как они начали вот это рикетирское дело против Трампа, и это не соответствует вообще уголовной практике, такое просто нельзя разрешать. Вот на третье заседание Фанни уже, видимо, почувствовав, что, собственно говоря, много против нее накопали, она, кстати, когда были обнаружены эти информации из девайса ее любовника Натана Уэйда, она пыталась опротестовать, это говорила о том, что это отношение к делу никакого отношения к делу не имеет. Вот такие у нее, у этой судьи такие взгляды на уголовное право, видимо. На этот раз она одела платье, то же самое красное платье, которое первый раз она одела задом наперед, была видна молния, на что очень многие обратили внимание наблюдавшие. На этот раз она надела платье правильно, вела себя намного тише, выслушала только речь своего защитника и потом ушла. Тем не менее, обвинители, на этот раз выступал муж этой Эшли Мерчант, он тоже адвокат, участвовал в этом деле, и он указал шесть пунктов конфликтов, интересов, в том числе и финансовой, их взаимоотношения, речь Фани в церкви, где она пыталась, так сказать, вызвать слезу, упирая на расизм. Ну, какой, ребята, расизм, когда ее назначили, собственно, на такую огромную должность в Фултон-каунте на роль окружного прокурора. Тогда, значит, расизма не было, а вот сейчас, пожалуйте, появился. Фани просто, просто обесценила и свои полномочия, высочайшие полномочия, и нарушила все этические и профессиональные законы Лиги адвокатов в Фултон-каунте. Кстати говоря, американский фонд подотчетности, это American Accountability Foundation, группа наблюдателей, требует, чтобы коллегия адвокатов штата Джорджия открыла дисциплинарное производство в отношении окружного прокурора округа Фултон Фанни Уэллис и ее любовника и спецпрокурора Натана Уэлли. Вот что они в этой жалобе написали. Чтобы граждане округа Фултон из штата Джорджия понимали, что коллегия адвокатов не потерпит нарушения этических норм со стороны тех, кому поручено их соблюдать, мы призываем вас лишить мисс Уэллис лицензии и наведения юридической практики и навсегда запретить ей заниматься адвокатской деятельностью. Примерно то же самое говорится в жалобе и на Натана Уэлли. Два запроса относительно дела Уэллис отослала на имя губернатора Джорджии Брайана Кэмпа и конгрессвумен Конгресса Соединенных Штатов Марджоли Теллор Грин. Республиканцы штата со своей стороны тоже требовали от Кэмпа отстранить от дела Уэллис, но Брайан Кэмп безмолвствует и я хочу на этом моменте остановиться. В этом я вижу еще один конфликт интересов и губернатор и секретарь штата и пальцем не пошевелят потому что сама эта история собственно затеяна ими. Рафинсбергер секретарь штата в 2020 году записал звонок Трампа после выборов а затем и передал дело в суд Фултон Каунти в котором в 2021 году получила свой пост судьи Фанни Уиллис. Кэмпу нужно просто отмазать Рафинсбергера который врал он обещал провести пересчет и сверить подписи на бюллетенях ничего этого он не сделал республиканцы штата вызывали его неоднократно на слушание но он отказывается приходить хочется отметить что вот это происходит в республиканском штате назначается там радикальный судья и губернатору республиканцу совершенно нет до этого дела а она с первого дня вцепилась в дело и превратила одиночный звонок Трампа собственно который поддерживается первой покровкой это в общем-то свобода слова и она превратила его в рико кейс рикетирский кейс который скорее всего подходит для внесения приговора как раз чите вот этих законников беззаконников Уиллис и Уэйт в конце заседания тем не менее судья Макафи изрек что ему больше не нужно дополнительных аргументов но решение свое он вынесет только через две недели то что он пристрастен нет сомнений но надо его понять он находится между молотом это Фанни который является его работодателем и наковальней губернатором Кэмпом чьи пристрастия отнюдь не на стороне ненавистного Кэмпу Трампа представьте что такие вороха доказательств были наличность действовали бы у судящих Трампа сколько бы прошло до его ареста времени и как скоро его заключили под страж а вот в случае с Фанни и Уэйдом судья все еще сомневается и конфликт интересов и перджюри вранье под присягой и другие доказательства как я уже сказала было озвучено шесть пунктов конфликтов интересов ничто собственно не дает Маккафи определиться чтобы отстранить от дела двух мерзавцев облаченных властью и потому что они просто не выполнили заказ сорок шестого президента что хочу сказать в заключении попавшие в руки демократов весы фемиды как это громко не прозвучит бывшие некогда атрибутом богини справедливости фемиды пришли при Байдене в полную негодность чаша слева которая символизирует обвинение всегда перегружена падает вниз когда взвешиваются грехи Трампа и резко вздымается вверх вот эта правая чаша чаша защиты и она становится фактически невесомой что значит лишает неугодного демократам сорок пятого президента правовой защиты закона вообще но та же левая чаша наоборот автоматически уравновешивается чашей справа обеспечивая покровительство и протекционизм представителям правящей партии мы видим это в деле когда судили сенатора Менендеса сколько там была коррупционная схема и золото и то что помощь представителю иностранного государства но тем не менее он остается в стенате то же самое мы видим с сыном Хантера Бандина следствие по которому шло аж пять лет и ни к чему пока не привело в случаях с ними гирька весов всегда посередине знаменует торжество несправедливости по-демократски потому что закон используется как дышло которое куда демократы повернут туда оно и выйдет мы создаем информационный Информационный ресурс для всех, кому необходима реальная информация, чтобы иметь ориентиры в понимании сложнейшего политического мира, в котором мы все живем. Tukiaz Video Production — это новостные сюжеты, прямые включения, авторские проекты и прямые эфиры, в которых каждое слово имеет смысл. Противники свободы слова лишили нас возможности монетизации, а на некоторых наших ресурсах даже размещение ссылок на финансовую помощь. Мы благодарны нашим меценатам, которые, финансируя Tukiaz, действительно помогают создавать информационный ресурс, объединяющий думающих людей во всем мире. Боретесь с произволом в политике, как и мы? Присоединяйтесь к нашему движению. Ведь победа возможна только когда мы боремся все вместе. Продолжение следует...